В ближайшее время в Чувашии в рамках нового партийного проекта «Единая Россия» планируется построить и реконструировать 32 общеобразовательных учреждения. В некоторых муниципалитетах республики новые школы взамен старых уже строятся. Заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию Алена Аршинова побывала в Комсомольском районе, где уже 1 сентября должен открыться образовательный комплекс в деревне Альбу-Сюрбеева. Полевой Яужской школе более 50 лет. Она старая, уютная, но не отвечает современным требованиям безопасности. К тому же в ней не хватает места. Образовательный процесс надлежащего качества в этом бревенчатом здании обеспечить просто невозможно. Столовая на 70 мест, спортивные актовые зала с раздевалками, складом декораций, комбинированная мастерская, медицинские помещения и многое другое появятся уже в новом здании, которое строится в Альбу-Сюрбеево. Школа рассчитана на 165 мест. В пристрое разместятся дошкольные группы. Ну и хорошо то, что вот 4 группы все-таки, да, ну то есть 40 детей, детские группы, я имею в виду, да, под одной крышей. Один пищеблок, это все и на себестоимость, и на содержание, конечно. Подрядчики заверили, что работы идут по графику, без отставания. Есть уверенность в том, что школа распахнет свои двери к новому учебному году. Побывала Алена Аршинова и в доме общины в селе Такаево. Здесь обучают исламу независимо от возраста. Наиль Хазрат Ямалуддинов, учитель медресе, подчеркивает традиционному исламу, который проповедует доброжелательное и уважительное отношение к людям. Здание дома общин построено на средстве жителей села Такаево за 2,5 года. Существенную помощь в реализации проекта по просьбе Духовного управления мусульман Чувашия оказал соседний Татарстан. Побывала Алена Аршинова и в Урмаевской и комсомольских школах. На встрече с педагогическими коллективами речь шла о патриотическом воспитании, об укреплении материально-технической базы школ, о подготовке педагогических кадров. Учителя интересовались, какие условия необходимы для продолжения программы комплексной застройки села и других социальных проектов. Какой самый главный аргумент? Это не хитрость. Аргумент – это работоспособность власти и поддержка жителей. Если это есть, значит и программа удаётся, значит и репутация у региона хорошая. А Яна помогает. Самый последний пример – партийный проект «Детские сады-дети». Чувашия была в числе лидеров по выполнению взятых на себя обязательств. Поэтому получила дополнительное финансирование и смогла построить больше дошкольных учреждений. Алена Игоревна рассказала, как выстраивают работу депутата Госдумы. Фракция собирается небольшим составом. Это люди, которым интересно встретиться, в основном, моим коллегам, с министрами, с правительством, с вице-премьерами по профильным вопросам. Потому что у нас всегда есть свои вопросы, свои приоритеты. Конечно, нам важно поднимать вопросы и сельского хозяйства, и транспорта, и безопасности, и образования, и здравоохранения. Поэтому все эти вопросы я всегда передаю и в контексте, в основном, именно Чувашской республики наше видение. Пожелания и предложения, высказанные в разговоре, депутат Госдумы взяла на контроль. Они лягут в основу плана работы на ближайшее время. Елена Гальперина, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов. Республика.